Украина в сложном состоянии и внутри политически и внешне политически и очень трудно это все комментировать потому что она все так течет то есть то что сегодня еще оказалось правильным уже завтра будет неправильно у нас не скучно да да поэтому я кстати это одна из причин что я тут живу потому что не скучно действительно в германии все-таки относительно скучно но хотелось бы конечно чтобы тоже была вот эта скука тут такая да тем не менее я думаю что есть некая как бы заряд прочности в украины даже если сейчас вот это правление парашек явно шатается и что непонятно чем это все вот это на эти сейчас страсти и и это напряжение чем это все закончится будет ли какое-то изменение руководство страны или и продержится ли все-таки сегодняшнее руководство до следующих выборов выборов 19 года то есть есть некие то есть украина она как бы чем-то привыкла существовать в этом состоянии ну можно только вспомнить то что самый пока что экономически успешный год в истории постсоветской украины было двух тысячи четвертый год когда была оранжевая революция там был рост кажется 10 процентов ну и мимоходом как бы украина еще провела вот это электоральное восстание было не конечно не революция оранжевая революция но было все-таки потрясением политического строя но хотя был вот это потрясение экономика развивалась нормально и ну у меня тоже такое чувство что это и сейчас возможно что экономика как бы живет своей жизни и тому могут быть всякие изменения внутри политической элиты и это не будет играть такую большую большую роль более фундаментальный конечно вопрос это вопрос национальной безопасности и конфронтации с россией и пока пока что нет к сожалению какого-то решения всего этого вступление в нато или или в европейский союз пока что невозможны и поэтому россия как и грузия как и молдова оказывается в таком подвешенном международном состоянии и это наверно самое большое для в 18 году какие-то подвижки в этом плане ну это это трудно предсказать потому что это все таки решение довольно узкого круга людей в кремле которые принимают это решение и что они именно там решат предсказать очень трудно какая там будет калькуляция то есть будет ли будут ли они считать скажем эскалацию в украине выгодным для самих себя это я боюсь что такая такая калькуляция может быть в кремле и я вот когда я вот пишу для или высказываясь в западных сми я всегда об этом говорю что европейский союз должен себя готовить к этому и должен уже сейчас давать сигналы того как именно европейский союз потому что как я уже говорил европейский союз имеет такие экономические рычаги будет реагировать на новые эскалации и и конечно украина должна к этому готовиться но но тем не менее предсказуемость кремля остается во всем этом и нужно все-таки готовиться к худшему а